Девушки отдыхают Я от тебя ничего не скрываю Ты помнишь, меня командир пригласил на день рождения Ты не пошла тогда, ты не могла Ну вот я выпил, ни одного тоста не пропустил Ну командир все-таки А просто волосился в конце, понимаешь Вот только тогда я понял, что одел не свою шапку Когда увидел его тещу без парика Люсь, мне бы сейчас Мне бы сейчас любую машинку Ну знаешь, желательно водителя на лысой резине Без поворотника, понимаешь Не пристегнутого На угнанной машине, без документов И пьяненького Люся Я бы сделал тебя счастливой в одночасье Понимаешь Люся, алло, не могу говорить Слышу шум мотора Люся, давай, все, перезвоню Тормозим, тормозим Выходим из машины Что там, таимся в кустах Я кому палкой дирижирую? Прошите представиться Инспектор ГИБДД Крендель ББ Ваши документы Я Джан Я Джан Меня зовут Джан Не понял Меня зовут Джан Доброе утро Ты работаешь здесь? Опа-на Я не понимаю, ли мне радоваться или как Ваши документы «Welcome to our road» «Thank you» «Welcome» «Thank you very much» «Mil ты мой» «You, you» «Me, yes» «Listen, me» «Yes, listen, yes» «Ехал, да» «Druving, driving» «Driving» «Yes, I'm driving» «Дruving» «Две полоски пересек?» «Тубань» «Аптечки наверняка по глазам вижу» «Нету» «Дои understand me» I don't understand what you're talking about. Driving. What-what? Driving. You driving? Yeah. Yes, okay. E. E. What does it mean E? And. Oh, okay, and. Yes, I understand. I don't even know what you're talking about. You're talking about it. You're talking about it. I don't understand. Your belt is open. My belt is open. Open your belt. You need my belt. Yeah, open your belt. Okay, if you want, I give you my belt. Open your belt. Okay, no problem. From me to you. Okay. You told me. You're not at home. Listen. You're not at home. Listen. Listen. Yes. Тупо лосочка. Тупо лосочка. Пересёк. А, две полосочки. Тупо лосочка, да. Да, но я не женский. Я мужчина. Я не женский. Это возможно. Нет, нет, нет. Я мужчина. Аптечка есть? Аптечка есть? Нет. По глазам вижу, нет аптечки. Аптечка? Ну тупой, слушай. Бинт. 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 Я не знаю, что это. Нет. Водка. А, водка? Very good. Водка. Водка, макать, алкоголь. Нет, 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 нет. Я никогда не пью алкоголь. Нет, 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 нет. Если ты хочешь, ты можешь быть самим без меня. Хорошо, без меня. Алкоголь? Никогда. Спасибо. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Первое. Тебе никто не предлагает. И второе. Если бы сейчас алкоголь, водка была, ее бы сейчас не было. Фух. А... А... А где ты? А мне? Откуда ты? О, я тебе объясню. Откуда ты? Ты? Откуда ты? Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Ну, по-английски ты просто ноль. Но сегодня один день, понимаешь. Хорошо. Ты дрюбинг, да? И ты не пропускал группу children на зебре. Группа children. Зебра? Зебра? Зебра! 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 О, май гад! · sequ panic kill zebra О, май гад! Пиф-паф У зебры все окей У тебя… big problems Значит смотри ты ехал, да? и у тебя поворотник правый донтворкинг не поворотник них моргал левый работал ты кому глазки строишь я уже не знаю на каком языке с него объясняться на каком-то языки их обозор ланга дочь по хайгале вертарь получил Да получил, ничего не скажешь Ха-ха, красавчик Давай Я не понял, ты что понимал? Да я свой, я пошутил Смотрю, стоит человек, думаю, разбавить немножко ситуацию Поболтать, пошутить вместе А для кого я атмосферу рву в лоскуты? Ты знаешь, что за это? Полагается, это статья 127 пункт Б Развод инспектора на рабочем месте С использованием иностранных слов нерусского происхождения Документы Феназипам, Сергей Сергеевич За фамилию отдельно доплатишь Кем работаем? Кем работаем? Сульфадемизин Написано там Написано тут, понимаешь Феназипам, Сергей Сергеевич Полковник ГУВД Полковник ГУВД? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Просто дебил УРОД! Овощ! Бабушка еще моя говорит Дурак дураком, и уши холодные Ну просто Отстави! Хотел похвалить АПЛОДИСМЕНТЫ На кого ты похож? Ты посмотри Небритый, волосы, погоны висят И пизапашок, между прочим, в наличии имеется Это что такое? На рабочем месте На кого ты похож? Отвечай! Закрашивайся Я сейчас постучу Сам себя постучу Есть! Очень хочется Разбираться будем не здесь Не здесь, инспектор А в другом месте, понятно? Может как-то договоримся на месте? Готов Понести наказание Сторазмерно Своему Проступку Машину давай там разберемся Ага Лейтенант ГБДД Каюк Так, сразу Это шумилия такая Документы, пожалуйста Права, техпаспорт Товарищ инспектор Я ничего не нарушил Я еду на дачу Я не говорил, что вы нарушили документы Жена, гости Я просто везу Недовозимое Оно, если не довезу Давайте документы Много говорим Про подпадет Много говорим Давайте документы Да Семен Петрович Пендаль Пендаль У меня такое ощущение Что это не вы на фото Мы, мы Дело в том, что я фотографировался В последний день медового месяца А так Другое дело Куда едем К жене на дачу Везу Ну, говорю Недовозимое Недовозимое Может пропасть Запаска есть у вас? Я как-то даже стесняюсь отвечать Даже посесниваюсь Простой вопрос Запаска есть? Запаска, ну Как у любого мужчины есть Тамара Петровна Завхоз Из общежития Я говорю Запасное колесо Есть у вас в машине? Семен Семенович Валентин Николаевич Валентин Николаевич Конечно Запаска в багажнике Итак, внимание Вопрос на тысячу рублей Почему у вас не пристегнут ремень безопасный? Я в трех метрах от машины Ответ, к сожалению, верный Итак, вопрос на три тысячи рублей Где у вас сейчас страховка? Я же вам сказал На даче Жена, она мне такая страховка Мы когда приезжаем на дачу Собаки прячутся местные Вы знаете, товарищ инспектор Я скажу честно Между нами Я на ней женился По расчету Занял у ее отца денег А отдать не было Рассчитаться не смог И пришлось брать товаром Причем тут вся эта история? Товар страшный Причем вся эта история? Хватит, я спрашиваю Страховка на машину Простой вопрос Просто страховка на машину Семен, Семен Валентин Николаевич Валентин Николаевич Сейчас так бы и сказали На страховку Вот страховка Застрахована страховым страхованием На страховку Странные у вас документы, пендаль Пендаль Ну да У нас покупали? Не, не В соседнем районе Там дешевле Там скидка была Нехорошо Надо у нас брать У нас качество Что я тебе здесь Пробью на базе данных Машину Леля Это я Меня пробивают Да нет Слава Богу Не голову Да ладно Пробита голова Не надо Скажи Николай Петрович Я еду Уже запашок пошел Ну а ты что хотел 35 градусов на улице Я не могу говорить Не остановили Майор ДТП Каюк Ну смотрите Вы превысили скорость Вот аппарат он показывает Это радар Вот надпись 150 Пожалуйста Вот можете проверить Товарищ Каюк Я бы другому не сказал Но я человек открытый Это же фен А 150 Это цена Цена Что-то я не понял У меня что жена Волосы Радаром Сушится Я не знаю Какие у вас У ментов Там свои У вас ДПС Какие методы Просушки Давайте Посмотрим на вашу машину Давайте Я могу назвать Сейчас тысячу нарушений Тысячу пендали Или хотя бы Пятьсот Товарищ инспектор Я женат У меня денег не бывает Хорошо Скажу по другому У меня с утра появилась новая ориентация Да ладно Я имею в виду Новая ориентировка на то Что машина такая как у вас Чистится в угоне Пойду Пробью На угон машину Что тебе здесь пока? Люля Процесс пробивки не закончен Скажи Николаю Петровичу Пусть ждет Везу 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 Сейчас уже отпускают Не могу говорить Майор Каю Фамилия Пендаль Где-то слышал Есть сведения Что вы Что Что вы управляли машиной В нетрезвом состоянии Это Торопиющее нарушение Пендаль Да я трезвый Как первоклассница На выпускном Это голословно Дуньте в трубочку А пора специально Он покажет Сейчас Рассудит Давайте Все хватит Там все ясно Что-то я не понял Не работает что-нибудь Вы просто Я не пью У меня язвенный калит был Я последние пять лет Вообще не прикасаюсь Работает Работает Нельзя в таком состоянии Товарищ Пендаль Мы пьяны Я Под пьянины Такого Я еще не слышал Ходи Это голословное Обвинение Ладно Скажите тогда Скороговорку Скороговорка Полностью скажите Полностью скороговорка Тридцать три корабля Лавировали Лавировали Да не вылавировали Купики и пупик Карл у Клара украл кораллы Клара у Карла украла коралл Нет А? А? Тридцать три корабля Лавировали и лавировали И не выварили Купики и пупики Пики и покупей Карл украл кораллы Клара у Карла украл коралл Нет Пожалуйста Отпустите, пожалуйста Мне надо домой Еще один тост Я сейчас прочерчу линию Вы по ней пройдете Если пройдете Мы определим То есть нас тост Линия ровная Пожалуйста Как стрела Я смотрю и вы По чертению отличник А я всю жизнь мечтал Стать гаишником, честно Мне даже жена говорила Жаль ты не гаишник, понимаешь Может я ее порадую Может я сфотографируюсь Вашей фуражки для нее Я при исполнении Одно фото Вы меня, я Вашей фуражечке Простите, я намусорил Намусорил А по линии идей Да не, ну куда он пьяный Как прочерчено Не находить нельзя В таком состоянии дороги Что вы отворяете? Как прочерчено Так и пройдено Пойду выпишу штрафную Стойте здесь Бардак Леля Скажи Николаю Петровичу Пусть едет Все Да не довезу Я уже тут Уже такой запах Уже просто С ног валит Потому что Не отпускает меня Да ничего не нарушил Все Не могу говорить А как он не каю? Что вы отворяете, ребят? Сдвоем нельзя за руль Что вы вперлись в эту машину? Она маленькая Люди ходят Я один за руль Как вы могли это себе позволить? Расскажите мне Мы едем по одному Это макьющие нарушения Пендали И вы тоже Как вы могли это сделать? Мы едем по очереди Ну не вместе Нарушаете Стыдно Уже взрослые люди Взрослые люди Почему у вас не работает Зеркало видно Заднего вида Ребята Вы должны понять одно Просто так Вы от меня отсюда Никуда не уедете Тем более что У меня сегодня день рождения Хэппи бёздэй Ту-ю Хэппи бёздэй Ту-ю Хэппи бёздэй Товарищ генерал-майор Не троги мне У нас для вас есть подарок Неожиданно Вы ж не сказали Не-не Денег у меня нет Я женат Денег не бывает О чем мы говорим Зато у меня в багажнике Для вас сюрприз Специально вёз Думаю Открывать? Опэн зэдо Ай Ой Удружил Это то, что я думаю? Оно Свежее? А запах-то чувствуете? А-а-а Ладно Аромат Открывай Я сейчас свою машину перегружу Поедешь Ага Молодец, отбился Спасибо Давай Зайка моя Это я Узнала? Ну молодца Молодца Ты как? Молодца А я чё? Чё я? От меня жена ушла Прямо перед Новым годом Ага А я вот только после дежурства Сейчас шампанское возьму Практически переоделся И к тебе Под бочок Что-то серенький волчок Не надо только угроз Серенький волчок даст пятачок Я сам кому-то надо дам Я понял Перезвоню Давай Да что такое? Алло Перепелочка моя Это я твой перепел Слушай, один раз перепел Ты мне будешь Теперь весь год это вспоминать Ну и празднуй сама Трезвая Всё, давай Чё за бабы пошли? Не с кем вообще Новый год встретить Ты видал? Алло Бельчонок, ты? Петрович? Да отдам я тебе деньги И не поэтому звоню Я нечаянно тебя набрал Не звони мне больше Слышишь? Чё ты меня достаю? Сказал тебе перезвоню Блокирую Ну чё, придётся Новый год встречать Одному Дзинь-дзинь А нет Вернулась рыбка моя Заходи Открыто Нифига себе рыбка Судя по цвету Сёмга с бородой Я Дедушка Мороз Вижу, что не бабушка Ну Здесь проживает мальчик Серёжа Ответ убедительный Здесь проживает мальчик Серёжа Ну и где же, простите, этот самый мальчик Серёжа? Перед вами, девушка, мальчик Серёжа Экскьюзми Экскьюзми, это квартира 96 Нет, экскьюзми, это квартира 69 Пардон, я ошибся С Новым годом, товарищ Хорошо отпраздновать Всего доброго Куда, куда, куда Стоять, стоять Стою Настоящий Дедушка Мороз не должен сразу уходить А стишок Сначала стишок прочитаю Потом встретим праздник Иначе я тебя оштрафую Ага, ты меня, милок Оштрафуешь Не налив Рассказывай Готов к стиху? Всегда готов к стиху Я же Дедушка Мороз От меня жена ушла к Витьке или к Сашке Стала жизнь моя скучна Хлопнем по рюмашке А я смотрю Смотрю, у вас работа, как у нас, экстремальная Наша служба опасна и трудна Я помню, помню Помаленько, помаленько Что значит помаленько? Что, стаканов нет? А что на столе стоят? Стопочки? А, я думал, бутафорские Бутафорские Сейчас помаленько Ну? Ну? За год собаки? Ну, сначала тост Тост Ага У меня сменщик рассказал анекдот Значит, собака Значит, приходит на почту Давай телеграмму Работник за почтой Смотрит и говорит У вас сто три рубля А у меня столько сто А что делать? Не знаю Ну, уберите три гал-гала Из телеграмма Собака Сейчас посмотрим Смотрите Выберем за то, чтоб в год собаке было поменьше всякой фигни. Завернул. Запить-то есть? Запить есть водка. Наливай. Знаешь, не хотел тебе говорить, но это никто не знает. Раз ты зашел, первый. От меня жена ушла. Да ладно? Вот незадача. Ты сам кем работаешь? А ты догадайся. Охотник на змей. Очень холодно. Очень. А так, даю подсказку. Проводник? Слушай, я тебе больше не налью. Даю еще одну подсказку. Смотрим сюда. А, все. Невропатолог. Нет? Опять не так? А говорят мы самые тупые. Слушай, даю тебе последнюю подсказку. Я уже не знаю. Последняя подсказка. Стоп. Сторож на складе. Нет? Ладно, как скажешь. Давай выпьем. Давай. Ну что? Ответный тост? Давай. Анекдот, переходящий в тост. Давай. Собака Выходит на улицу и видит огромный... Какая порода? Милицейская. Выходит на улицу и видит огромный баобаб. И говорит, вау, неописуемо. Браво. За то, чтобы в новом году соразмерять свои физические возможности. Давай, да. Вот, знаешь, настроение должно быть. А я смотрю... Профессионал. Я не пробовал пока. Я не хотел тебе говорить, об этом не все знают. Дело в том, что у меня прямо перед новым годом жена ушла. Да ладно. Ты знаешь, я теперь вот и пью с горя, понимаешь? Ты зря пьешь. Я, например, вообще не пью. Молодец. И правильно. Тем более на работе. Правильно. Я как-то поздравлялся, поздравлял детей. Помню, шел. Смотри, денег. Куча. Валяется. Куча огромная. Ну, кто-то растерял. Может, мафия. Я сгреб. По карманам судорожно распихал. Быстро. Потом проснулся. В трусе одеяло заправлено. Кстати, у меня была похожая ситуация. Вот пить не надо, да? Тоже в трусе одеяло? Нет, нет. Я, значит, после праздника, значит, вышел на дежурство. Смотрю, все прут через двойную сплошную. Все прут. Я всех торможу подряд. Правильно. Что, нарушение? Мне говорят, придурок, это рельсы. Уйду из переезда. СМЕХ СМЕХ Давай выпьем за то, чтобы меньше пить. СМЕХ Прекрасный тост. Ну, чтоб меньше пить, надо больше налить. СМЕХ 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 Будем меньше пить. СМЕХ 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 От меня жена ушла. СМЕХ 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 Я его встретил один раз. Рассказать, что я с ним сделал? Я его сделал и сфотографировал. СМЕХ СМЕХ Сфотографировал. Вот фото. Ты сейчас ужаснёйся, какая неприятная рожа. СМЕХ Типичный любовник со всех сторон, куда ни глянь. Отвратительно. 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 СМЕХ 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 Фото со спины. Потому что он всегда был убегающим. СМЕХ 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 Ну и чего? СМЕХ Чё-чё, смотрю на тебя, ты по комплекции на него похож. Я при чём тут? Ну-ка, контрольно, развернись спиной. Я просто сранку. Ничего личного. Просто развернись спиной. Мне к мальчику Серёжу надо. Подожди, просто развернись. СМЕХ Так это ты? СМЕХ Так это ты? СМЕХ 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 Галя твоя жена? Нифига себе! СМЕХ Хорошая женщина, роскошная, мне очень понравилась. Ах ты... СМЕХ Про тебя хорошо рассказывать... СМЕХ Ну ты... ну ты... ну ты... Ты спаситель мой! СМЕХ 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 Я не готов. Давай так. Ты не готов. Я уже готов. СМЕХ Давай так. Ни тебе, ни мне. СМЕХ Сейчас идём поздравляем мальчика Серёжу, а потом вместе едем к Снегурочкам. СМЕХ СМЕХ Нет. Ни тебе, ни мне. Сначала поздравляем мальчика Серёжу, а Снегурочек вызовем сюда! СМЕХ Хорошо. Только сначала давай поздравим пацана, он же ждет Новый год. Поздравим. Для него, кстати, и риска есть. Он же познакомил нас с тобой в Новом году. Естественно. А говорил, закуси нет. Видно, Сережа сэкономил. Давай, пойдем. Поздравим пацана. Пойдем. Пойдем. Геннадий Ветров и Игорь Маненко. Васильевич, я тебе, знаешь, что скажу? Спасибо тебе за праздник. Просто, если б ты знал, сколько я до этого не пил, даже страшно цифру называть. Называй. Полтора дня. Как можно так издеваться на собой? Вот мне нравятся все-таки твои угощения. Вот не зря во всем районе хвалят, знаешь, хвалят первачок твоей тещеньки. Это номер один, номер один. Понимаешь? Васильевич, у меня к тебе будет нескромный вопрос. А секрет этого напитка, это секрет? Секрет. Для всех? А? Для всех? Без исключения. И для меня, я же твой друг. Ладно, только... Все понял. Никому, кроме Сидора Сергеевича, Лехи, тракториста и Зинки, крановщикцы. Зинки ни в ком случае. Понял. Зинку вычеркиваем вместе с краном. Она туда скипидар добавляет и корбит. Да. Не перебивай. Потом грибы мелко шилькует. В пирог добавляет и в подпола на три дня. Суперпойло получается. Так получается, что она знает грибные места? Она за пять минут корзину грибов набирает, пока я в машину заправляю. На МКАДе. Слушай, я бы сам с удовольствием промкадился. Конечно, иди промкайся. Это классно. Потому что без этого депрессия какой-то. А потом, когда смажешь в сакан, все, выходные получаются ярче и больше. АПЛОДИСМЕНТЫ Как это, выходных получается, больше? Я не знаю. Иногда в течение недели по три субботы подряд. АПЛОДИСМЕНТЫ Три. Две спальные и туалет. А мы сейчас в какой сидим? Мы в комнате приемов. Так, получается, четыре. Не получается. Комната приемов только после первака появляется. Так, что мы сидим? Давай. О-о-о! Мы еще. Сейчас первак мозг пропитает. Комната расширяться начала. А сильно расширяется? По-разному. Как-то расширилось. Два часа на велосипеде до розетки кошмарил. А это не опасно? Для нас нет. Для соседей опасно. У нас расширяется, у них сужается. Боятся паразиты. Орут как сумасшедшие. Васильевич, у меня нескромный вопрос. А ты пиво глазом можешь открывать? Бутылочные, да. Баночные, нет. А вот и зря. У меня был случай. Мне жена снющей оставили одного на три дня, а сами уехали на салют. На салют на три дня. Это куда? Я ждал этого вопроса. В Рио-де-Женерио. А где это? В Варьковской области. И они мне, чтобы я не напился, руки за спиной связали тёщиным лифтиком. Ужас какой. Ужас. Но я всё равно ногами подтянул бутылку, коленями зажал, а глазом открыл. Давай здесь смекать. Душевно. Смекальную смекальность. Васильевич, а куда это стол побежал? Это на кухню к столешнице. У них там шуры-муры. Не понял. Любовь у них там. Мебель. Что ты хочешь? Тогда за любовь. Я хотел бы, честно, протестировать твою ай-ку. Ты согласен? Я готов. Точно? Я уверен. Олли. Я уверен. Так ты Шура, я тебе всё, Васильевич Васильевич. Шура, слушай, Васильевич, давай начинаем тестирование. Отвечай сразу. В лёд. Жена Орла. Орлиха. Жена Дрозда. Это посложнее. Дроздиха. Ты знал. Жена Грифа и Стервенника. Грифиня Стерва. А ты знаешь, что жена у слона? Так, слониха? Нет. А кто? А у неё нет жены. Слон холостой. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой слон? Вот который за телевизором стоит. АПЛОДИСМЕНТЫ А как ты понял, что он холостой? Ну, ты сам, по-моему, стал бы женатый слон за телевизором стоять. Васильевич, мне те откровенные вопросы. А ты знаешь, что тебе жена изменяет? АПЛОДИСМЕНТЫ Нет. Знай, изменяй. С кем? Со мной. АПЛОДИСМЕНТЫ Не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Если бы знал, мы бы поссорились. АПЛОДИСМЕНТЫ Да я б тебя убил за это. Поэтому я тебе и не говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ Васильевич, Раз мы уже так разоткровенничались, скажи, ты мог бы съесть кроссовки? СМЕХ Конечно, смог бы. Я же спортсмен. А я нет. Во-первых, я не спортсмен. А во-вторых, они у меня одни. СМЕХ Тогда съешь мои кеды. У меня их двое. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Васильевич, скажи мне, ты... АПЛОДИСМЕНТЫ Вот ты, Васильевич, смог бы полюбить бобра? СМЕХ А? АПЛОДИСМЕНТЫ За что? Любят ни за что. Тогда смог бы. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ты знал. Буду я незнакомого лосья в губы целовать, Господи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Васильевич, я тебе хотел бы задать откровенный вопрос. Глядя глаз в глаз, СМЕХ А ты попкорн в нос засовывал? СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Никогда в жизни. Зря. Жизнь-то проходит. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ А глубоко надо засовывать? СМЕХ Чем глубже, тем интереснее. СМЕХ А он мозг не повредит? СМЕХ Ну, милый мой, это... Смотря, как ты учился в школе, СМЕХ На двойки. Тогда не повредит. СМЕХ Ну, чё, есть ещё, нет? За там навалами, чё, полный погреб. Ну, так пойдём, чё, сидим, слона с собой возьмём на троих. СМЕХ СМЕХ Очень забавленный зверёк. СМЕХ Басик, КЫС-КЫС-КЫС Иди к папке. КЫС-КЫС-КЫС Васильевич, извини. КЫС-КЫС-КЫС А почему ты КЫС-КЫС-КЫС Слону КЫС-КЫСаешь? СМЕХ СМЕХ Чтоб за ним бобры не увязались. СМЕХ СМЕХ Понял. Какие бобры? СМЕХ Сейчас смажем. Покажу. Пошли. Игорь Моменко и Геннадий Ветров. АПЛОДИСМЕНТЫ Боренька. А как-то я не готова. Я на двоих только накрыла. Извините, а что же ты меня не предупредил? Боря, скажи ей. Боря, ну что ты такое? Как же я не ожидала. Ну скажи ей. Боря, я не понимаю ничего, Боря Боря, я не понимаю, что такое Короче, Боря хочет сказать Что он от вас уходит И теперь будет жить со мной Такого мужика проморгало Боря сказал, что мы с ним завтра уезжаем в Куршавель Да, да, да Это Боря так избу в деревне называет Там и куры, там и шавель Да ладно Боря меня любит и дарит мне подарки Боже мой, Боже мой Какая, какая прелесть, Боже мой Ай-яй-яй-яй А я думаю, куда котик мой пропал Куда? Рыжик мой Это лиса Ты же сказал, что это лиса Это лиса И вообще, мы пришли забрать Боря на имущество Все, забираем и все Мы все забираем Отдай Пожалуйста, вот оно Все, Боря на имущество Вот, пожалуйста Вот это имущество Да, а вот это Милая девочка Борины лекарства Идите поближе Это надо записывать, запоминать Это от холестита Это, значит, вот от маразма Это от панкреатита Это от гастрита Это клей Боречкин для зубов Да, это капать надо ему в уши Это капать в нос Это капать в горло А это, извините Вот Сами знаете, что Это кальян Ну, допустим, это кальян Подожди, Боря Какие лекарства? Ты же мне сказал, что ты спортсмен Что у тебя разряд Был разряд Был Был у Боречки разряд 220 Ему шандарахнуло И вот после этого Я об этом как раз таки забыла Вот после этого Он пьет вот Виагру Значит, Виагра супер Виагра форте Виагра супер форте Мега взрывная сила И ничего не помогает Знаете что? Зато Боря умный Он разговаривает на 12 языках Да, я знаю Боречка разговаривает на 12 языках Сразу Когда Выпьет А? Боренька А? Давай Давай, мой дорогой Иди сюда на запах Давай, давай Махани А? Давай Борюня Давай Давай Ну? Боречка не соврал Он не переносит Он не может переносить У него руки дрожат Бутылки падают Другие переносят ему А Боречка пьет А мне все равно нравится Боря Это Это Мужественный подбород А как же он так Зимой ходить будет Он же померз Не, 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 нет Боречка у него есть приданное Он в этом плане в порядке Боренька, давай покажем Давай, мой дорогой Давай, давай, давай Ты мой зайка Смотри Вот в этом Боречка поет в хоре ветеранов Не расстанусь с комсомолом Буду вечно молодым А вот в этом Боренька выступает В этом Боренька выступает на масленице Давай Ой, снег, снежок, белая неделица Говорю, что Юрич только мне не верится Да А вот в этом Боренька по электричкам цыганец Дай мой зайка Подайте копеечку на бензли Мы с мамой пришли на разбитую Стоишь, собираешь денежку Пожалуйста, дайте, пожалуйста Не надо злобиться Давай, ты все другие Большое спасибо А вот в этом Боренька у нас танцует Давай Вот так А вот в этом Боренька у нас клеит дам У меня сегодня такое радужное настроение Когда я впервые увидел вас, я погиб Ваша амплитуда вашей походки Линия вашего бедра Может быть, придумаем что-нибудь вместе Ну, может быть, сходим ко мне в мою колостяцкую голову Если же это... А что он зависит? Нет, 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 нет Нет, нет, вы не думайте Он в порядке Ему совсем недавно поставили электросимулятор Там немножечко проводок Он, знаете, как каратит Это надо сделать так вот Раз и все У меня сегодня такое радужное настроение Когда я впервые увидела... Нет, нет, смотрите, девочка Смотрите Вот так вот Раз Я так и делаю Да нет, тогда по-другому Так ты учишь Господи, Боже мой Да ты что, я его теперь все время буду вот так макиять А это уже, милая девочка, не моя проблема Боречка теперь весь ваш Совет вам да любовь А у меня с этого дня начинается совершенно другая Интересная жизнь Нет, теперь тебе туда А я пойду поспал А мне-то ты такой зачем нужен, а? На кота своего забери А я-то напуфырилась Ой А лекарство я заберу Виагру оставь Я сейчас сделаю Виагру На, покури Куршавель У меня сегодня такое радужное настроение Когда я впервые видел вас, я был пленен Амплитуды вашей походки, линии вашего бедра Может быть Игорь, Игорь, без париката мне нравишься больше Честное слово Хотя не важно, в парике это, без парика Главное, Игорек, чтоб публика неистовствовала Публика неистовствовала А сегодня так оно и было Абрили уже Абрили уже Абрили уже Новости Занимательная физика Сопротивление проводницы, как правило, гораздо слабее, чем сопротивление проводника Валера, 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 ты дома? Меня нет Как нет, я тебя вижу, Валера Валерка, я пришел к тебе поплакаться в жилетку, Валера Какая жилетка, Валера? Я в рубашу Да мне по барабану куда плакаться, Валерка Если бы Шекспир писал А кто это? Не знаю, Леха знает Он с ним лично знаком Если бы Шекспир писал драму о моей жизни Он бы Валера не дописал Он бы обрыдался рыданием, Валера А что, собственно говоря, произошло? Валера, смотри на меня Я здесь Валера А, ты здесь У тебя выпить есть? Уже нет Почему я постоянно опаздывал? Судьба Говорил мне отец, говорил, а я его не слушал Что он тебе говорил? Не знаю, не слушал я Мне тоже отец говорил, я его не слушал Он мне говорит Валера Валера, никогда не мешай пиво с лодкой Потому что если после девятого класса ты будешь мешать пиво с лодкой После одиннадцатого класса ты будешь мешать семян с песком Зря ты его, Валерка, не слушал Я тоже вот не всех слушаю Вот жену не слушаю Недавно, вот смотри, прихожу домой После зарплаты на двенадцатый день Сам Честно Ребята принесли И она мне сразу с порога говорит Валера, где деньги? Я говорю Люда, ты взрослая баба Деньги в центральном красночайстве России У меня тоже с женой был казус Мы приехали отдыхать в Таиланд Это в центре Европы И снимали в бунгалу Кого снимали? Ну домик такой маленький У меня там кран тек Приходил сантехник каждый день Валера, я не врубаюсь Мы уже десять дней как в России А сантехник все тот же приходит У меня был похожий случай Недавно приходят гости Тоже сантехники? Тоже творческая интеллигенция И я жене говорю Они пропустили нам по рюмахе Она говорит Вот ты и пропустишь Кошмар, жизнь Я сидел весь вечер Сам собой наказанный Трезвый, Валера Понимаешь, Валера? У тебя есть выпить, Валера? Я не пью Давно? 42 минуты Почему я постоянно опаздываю, Валера? И еще такие мысли лезут в голову Вот недавно тоже Прихожу домой после работы И жена с порога Где ты был? Я говорю 12 дней Я лежал под капельницей Кошмар, что случилось? В железнодорожном депо Обнаружилась ничейная цистерна спирта И там кто-то проделал снизу маленькую дырочку И она уже, знаешь, целый месяц кап Кто под этой капельницей только не лежал? Я тоже лежал Веришь? Верю Она не поверила Они вообще с ними И им лучше ничего не доказывать Я как-то со своей женой разговаривал Говорю Сама Я ей так строго Говорю Сама Строже Сама Не пугай меня Я говорю Мы же, знаете, уже 15 лет с тобой Может, обмоем Может, накапаешь немного 15 лет Валера, это с рук 15 лет, это... Я не пью Давно? 47 минут Так я говорю Мы же, знаете, уже 15 лет У тебя-то меня мужчины были Были ли? Я так спросил Она говорит А ты не можешь стерниться? Я говорю Нет Она говорит Были Я говорю Сколько? Да кто на нее позарился? Чего? В смысле Она у тебя как зарева Конечно, были Могло быть Я говорю Сколько было мужчины? Она говорит Семь Я говорю Эксюзби То есть я седьмой? Она говорит Нет Ты четвертый Валера Жизнь полна сюрпризов Конечно Я недавно захожу В новый досуговый центр Поднимаюсь на главный этаж И говорю Мне, пожалуйста Абонемент На весь год Мне говорят Мужчина Это Виноводочный отдел Фитнес-зал Этажом выше А-ха-ха А-ха-ха О-о-о Я как-то у меня был случай Я зашел в автомобильный магазин Меня жила до Приора Сочувствую Спасибо Я говорю Продолжу Продавец У меня Ладно Приора Он говорит Так и сказал Сочувствую Я ему говорю Мне нужен комплект Свечей на Приору Он говорит Нет никаких проблем И привез мне свечи Знаешь от чего? На КамАЗ От геморроя Я ему говорю Товарищ Это свечи от геморроя Он мне знает Что он сказал? На Приору подходят Валера Вот меня в отличие от тебя Мне вообще врасплох Не застать Вот можешь мне задать Любой вопрос И я сразу тебе ответом Ответ Ну например Население Кампучи До 2000 года 5 миллионов 927 тысяч 327 человек Включая детей и подростков Докажи Пересчитай Три дня Ты про меня что-нибудь спроси Какой-нибудь вопрос Такой острый На мою тему Ну например Как ты провел свой выходной день? Опять в музей? А ты умный, Валерка Что ты? Ты как этот Как Леонардо этот Как его Какой? Да Винчис А кто это? Не знаю Леха знает Он с ним лично знаком Не Я тебе скажу Знаешь Я тебе скажу Что я ждал этот вопрос И я свой день Вчерашний Я его заснял Даже на видео Можешь посмотреть Это же фотка Где ты ездишь на диване Нет, Валера Это видео Валера Ты же медбратом работал Валер Хоть сколько-то накапали У тебя должны быть запасы У тебя должны быть запасы Валера Я работал медбратом Братом меда Мы как-то с фельдшером Везли в аэропорт Одну шишку Шишка опаздывала А фельдшер Валера Тоже кстати Валера Говорит мне Валера Посмотри У нас мигалка работает Я так цифербат Тихо Кто-то подхрюкивает Это я Секрета в принципе нет Я как-то зашел в тату салон Там делаю тату Я вам Я говорю Ребята Сделайте мне тату Танка На всю спельню Почему танк? Ну а какие варианты? Они через пять минут Мне говорят Готово Я говорю Опа А что так быстро? Они говорят А что там накалывать Четыре буквы? Валера Что ты мне отвлекаешь Своими дурацкими рассказами? У тебя выпить есть? Валера Накапал бы Сколько это Сколько Что мне Холостая охотка К тебе была Что ли Валера Валера Я не пью Я вижу Валера Валера Умешь ждать Лимонад Валера А я не понял Это что Лимонад? Лимонад В связи с чем? В связи с началом Здорового образа жизни Пошла 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 С началом Здорового образа жизни Валера С началом Здорового образа жизни Валера Друзья Будьте Здоровы Машенька Сколько у меня Человек Сегодня Вторичных Много Четыре Наполеона Одна Бузова Все Боже Какой день Сегодня Хороший Маша Первичные Есть Сегодня Ага Один Ну давай С него Начнем Маш Приглашай его Заходите Не стесняйтесь Доктор Да Я доктор Здесь Я к вам Обращаюсь Присаживайтесь Не стесняйтесь Я вас слушаю Бородавка Интересно То есть вы Вы представляете себя Бородавкой Да нет Еще раз С ума Просто бородавка На спине На нижней части Не могу показать Не-не-не-не Я вижу Спасибо Красивая бородавка Как ваше имя? Типун Карп Остапович Типун Через тире То есть Китайцы Да ладно А так Вопросов нет Типун Так Так И на что же вы Жалуетесь Помимо бородавки Карп Ставович Черные кошки Скажите Скажите Вы женаты Да Жена у меня Морж То есть Она у вас Закаляется В проруби Да Чисто Визуально Усы Отрастилок Ланса 45 размера Рыбу Пожираю Сырую Килограммами Нюанс Когда рыбу Не даю Она так ложится Там Морж И есть Морж Да Смешно А вы как К рыбе Относитесь Я не ем рыбу Ага То есть Вы предпочитаете Мясо Боже упаси Значит Вы Вегетарианец Как сказать Я бюджетник Так Вы пришли Не по адресу Потому что Вам Абсолютно Ко мне Не надо Не надо Вы не мой больной Вам надо К трихологу Я говорю Сходите Вы думаете Да Или А знаете Сходите К проктологу Там очень интересно Вам понравится Знаете Да был я там Так И что они Сказали Товарищ Пошел ты отсюда Знаешь куда Иди-то ты Послали Куда послали Вам Кстати Что такое Обувной атрибут Это такой Пресс-папье Вариант Оригинальный Слушайте А вы интересны Вы интересны Не надо Руками трогать Вы знаете Вы на самом деле Вы первый Кто заметил Да ладно Вот здесь Этот Этот вот Ботинок Вы первый Вы мне даже Нравитесь Ну понимаете Я вам Отвечу честно У меня Необычный кабинет Ко мне приходят Разные люди И понимаете Да Да Приходят Очень необычные люди Обычно У них в голове Вот такого размера Таракан Понимаете Я просто Да Я беру Это так Прямо Вот так У меня нет Я вывел Дихлофосом Все давно Спокойно Вы уверены? Абсолютно верно Это экологичный Положите пожалуйста Я начинаю нервничать Жалко Жалко Доктор Такой вопрос А вы Точно доктор? А почему вы засомневались? Ну Я доктор Вы же видите Что я доктор Вы видите На мне халат Ну халаты у меня есть Ну у вас халат Дома А у меня вот здесь На мне А знаете Батенька Психиатрик Кто первый халат надел Тот и доктор А в цыганском таборе Да Так что Да Типа того Так что Мне Задавать вопросы вам Итак Так Итак Какой у вас сон? Сон хороший Здоровый Сплю как убитый Несколько раз Обводили мелом Ну вы знаете Частенько Во время сна Начинаю Говорить На иностранных языках Ну это нормально Это внутренний диалог Это я пока не вижу Если вам интересно Я прочту кое-что Так Ну давайте Допустим И что это вы сейчас сказали? Понятия не имею Симптоматическая Симптоматическая Сирингамилия Давно ее не было Что это означает? Понятия не имею Скажите пожалуйста Что вас Еще беспокоит? Правая нога болит В полнолунии Сильно Ну это не интересно Это возрастной Это вообще даже не ко мне Ну возрастной Левая С нейровизница Она же не болит Логично Логично А вы были у терапевта? Да Прописал уголь Активированный Кокс Три раза в день И жжога замучил Ну вы знаете Что я думаю? Я вот так вот Сопоставила Все признаки Я вас могу Обрадовать Я думаю Что это не я Щур Это сто процентов Вы знаете Я думаю Что это Такая легкая Астеническая Задумчивость На фоне Хронической Паники Верхнего Гипотеза То есть Вам Необходимо Научиться Мыслить Позитивно Давайте с вами Попробуем Такую игрушку То есть Я Задаю вам Вопросы А вы На каждый мой вопрос Отвечайте только одно слово Окей Понятно? А? Окей О-о-о Прекрасный Как ваша жизнь? А? Отвечать? Отвечайте Ну С матюками Можно? Ну конечно Нельзя Мне нечего Сказать Карп Остапович Скажите честно Вы гуляете На свежем воздухе Перед сном Перед сном У меня другое хобби Я грызу ногти Как есть Как есть Кто чем Кто марки клеит Я грызу ногти Вы понимаете Вы не расстраивайтесь Это самое легкое Это самое легкое На сегодняшний день Потому что я вас сейчас быстро Отправляю к стоматологу Вы уходите из моего кабинета Навсегда уходите К стоматологу Он просто удаляет вам все зубы Все Все Это исключено Я очень люблю яблоки Я не могу деснами пожрать яблоки Как я могу вырвать зубы Слушайте вы интересный человек Слушайте вы второй раз Меня удивили Вы любите яблоки Обожаю Вы знаете я тоже люблю яблоки Да Просто сколько много у нас общего Странно Ну да Яблоки это ассоциация Из нашего детства Понимаете Вот эти вот Помните Помните Как мы с вами За яблоками В чужие сады Мы с вами вместе Не мы с вами вместе Не мы Это хорошие воспоминания Понимаете К чему я вас подвожу Надо жить с удовольствием Жить несмотря ни на что Понимаете Хвост с пистолетом Как Вастапович Как ваша жизнь Да какая жизнь В среду пришел В бассейн с байдаркой Не пустили То есть вы пришли В бассейн с байдаркой Вас не пустили Из-за байдарки Нет почему Причем байдарка Справки не было Для бассейна Что такое справка В наше время Боже мой Это Я сейчас быстро Выписываю вам справку Вы уходите в бассейн Может быть вы там Утонете В этом бассейне Может быть вы перестанете Ходить к врачам Отвлекать их От всех нужных дел Я вот выписываю вам Уже справку Карпас Стап Карпович Доктор у вас Глаз дергается У меня все дергается У меня глаз дергается И пупок И ушки У меня все дергается Я не знаю что там происходит Мне кажется такого у меня не было Понимаете У вас и в ухе стреляют Откуда вы знаете Я слышу Я думаю может быть у вас Ящу У меня Ну не у меня же Ящу Откуда Как вы думаете Это муж Как-то Я не знаю Как-то Я не знаю Ну ладно Ну-ну-ну-ну-ну-ну Выше головы Надо сфокусироваться На положительных эмоциях Помните как мы Вместе Ходили в сады Воровали яблоки Ну весело Молоды Доктор Мы с вами Мы с вами Герои Да Вы работаете за гроши А я лечусь Хрен знает у кого Знаете Что случилось Бородавка отвалилась И как-то знаете Вам полегчало Скажите Да не то слово Скажи Вон в чем собака Зарыто я была Что она отвалилась И убежала Я видела Господи Все полегчало Да ну не то слово Вы чувствуете себя здоровым Отлично Спасибо вам огромное За лечение Да Пожалуйста Запишу Здоров Абсолютно Выписан Без бородавки на теле И без ящера В голове Все Отлично Огромное вам спасибо За все За лечение Все будет хорошо У вас Все хорошо А что вы делаете Сегодня Вечером Ну-ка Карпостафович Сегодня вечером Я делаю Все Тогда разрешите Пригласить вас В одно из Очень укромных Интересных местечек Начнем с кофе Вашу ручку Я с удовольствием Только ботинок На всякие тучи Заканчивается Наташа Кто там у нас В приемной Ёлкин С матерью Пришли Пусть заходят Иди Сказать Здравствуйте Мария Сергеевна Дорогая Здравствуйте Здравствуйте Рад что вы пришли Здравствуйте Здравствуйте Семен Петрович Здравствуйте Здравствуйте Здравствуй Ёлкин Здравствуй Сюда встань Сюда встань Сказала Сюда подойди Мария Сергеевна Вы присаживайте Спасибо Присаживайте Спасибо Водички хотите? Да Хочу Хочу Валерьяночки Вам накапать, как обычно? Лучше коньячку накапать. О, извините, я забыла, зачем, где я нахожусь. Благодарю. Что дай? Что дай? Я уже директору школы как на работу хожу каждый день. Извини, Семен Петрович. Мария Сергеевна, попейте водички. Благодарю. Что? Опять что-то натворил? Да натворил, Мария Сергеевна, натворил, к сожалению. Я бы так вас не вызывал, Мария Сергеевна, но сегодня произошел случай из ряда бондов. Ваш Николай дернул за косичку Машу Петрову. Ну, Семен Петрович, вы, конечно, меня извините, но это нормально, когда мальчик дергает девочку за косичку? Да, это нормально абсолютно. Мария Сергеевна, вы считаете это нормально? О, не рассчитал. Ты не рассчитал? А ты подумал, как девочка с одной косичкой будет по улице ходить? Да. Ну, допустим, не с одной. Для симметрии дернул. Сейчас нормально смотришь. Может, тебя тоже за что-то дернут для симметрии? Паразит ты такой, паразит. Мария Сергеевна. Да, извините, Семен Петрович. Попейте водичек. Что, он еще что-то натворил? Все, больше ничего. Да нет, Николай, у меня все твои подвиги записаны. 9 февраля. Николай Ёлкин. Учительница литературы. Студентка, практикантка, решила устроить урок вне классного чтения. Так мало того, что ваш Николай сорвал урок, он еще притащил в школу двух, трех своих друзей. Кого ты притащил? Она сказала, будем читать ремарка, возьмите с собой три товарища. А зачем вы притащили с собой водку? Так она сказала, захватите горького на дне, я взял. Там было-то все, на дне подел. Так вот, куда моя настойка делась от давления. Ну, я тебе дома сделаю вне классное чтение всадником без головы. Я тебе голову оторву, понимаешь? И будешь бегать по квартире с оторвой головой и кричать я, чик-ка-ч-кук, чик-ка-ч-кук. Семен Петрович, вмешайте, что-то такое. Присядьте, пожалуйста. В кабинете у директора. Извините, Семен Петрович. И побейте водичек. Что, он еще что-то натворил? Больше ничего. Да нет, увы. 12 февраля. Мария Сергеевна. Извините. Меня послушайте. Да. Николай Ёлкин склеил учительницу физики Лидию Николаевну. Семен Петрович, вы, конечно, меня извините, но мальчику еще не 13 лет. Чем он может склеить? Да, кстати. Клеем, Мария Сергеевна, клеем. Он налил ей на стул суперклей. Женщина за целый день так и не смогла отклеиться, шла домой со стулом, прыгала как кенгуру. А он снял ее на видео и выложил в YouTube. Ну и что? Зато за два дня миллион просмотров. Я сделал из нее звезду. Была обычная училка, я сделал из нее звезду. Сейчас из тебя звезду сделаю. Я сейчас тебя как звездону. Мария Сергеевна, а то я вас приклею. Попейте водичку. Да. 13 февраля на перемене взял скелет из кабинета биологии и засунул его в шкаф учительства. Наша залуча Антонина Андреевна, 57 лет, открыла дверь, на нее упал скелет, женщина от страха родила. Все родила она, допустим, не от страха, а от из рук. Знаешь что, это не твое дело, от кого учителя рожать. Ты должен хорошо учиться, вести себя хорошо. Мария Сергеевна, попейте водичку. Ходи, мам, попейте. Я сяду, ты мне еще указывать будешь. Мария Сергеевна, попейте водичку. Спасибо, Семен Петрович. Я прошу прощения, но неужели оно такое тупое? Да нет, ну что вы, ну что вы. Ваш Коля очень способный мальчик. Да, кстати. Да? Да. Совсем недавно на лабораторной по химии наш юный Менделеев с помощью спиртовки, щелочи и соляной кислоты выгнал 3 литра самогона. Ну можешь же, ну умеешь же, почему же у тебя по химии одни двойки? Мама, зато есть деньги у нас сейчас. Я рецепт продал трудовику, все в порядке. Подождите, так вот почему он вторую неделю на работу не выходит. А недавно ваш Коля записался на кружок по рисованию. Кстати, да. Мы-то все обрадовались, думали, мальчика наконец-то потянуло на высокое искусство. Нет, я все покажу, Николай. Я все покажу. А оказалось, знаете, что он нарисовал? Что? Полюбуйтесь. Ну, пока. Больше. Он своими рисунками 3 дня в буфете расплачивался. Одних пирожных на 8 тысяч съел. Кошлило потом. Слышь ты, Рембрандт. Спасибо. Если ты так хорошо рисуешь, почему дома жрать нечего? Почему мать ходит без сапог, без шума? Почему? Мария Сергеевна. Извините. Извините. И самое вопиющее. Объясни мне, на каком основании, зачем ты ругался нехорошими словами на уроке физкультуры? Ты уже знаешь плохие слова? Ни одного. Так что произошло там? Что? Физрук попросил обложить матами козла. Ну? Ну? Ну, я обложил. Кого? Кого? Серегу Рахидного. А что он списывать не дает? Он вообще не дает списывать. Как оставь покурить, так Коля. Как списать, так дудки. Что, не козел? Не, ну козел, я согласен. Мария Сергеевна. Как тебе не стыдно. Как тебе не стыдно. Извините, Семен Петрович. Чесайте, Мария Сергеевна. Вот, пожалуйста, список слов. Ознакомьтесь. Что это значит? Ага. Ничего себе. Друг, друг, соратник и брат. Не могли бы вы не воздействовать на мою IQ в этом храме добра, труда, науки и спорта. Елкин, елкин. Все ерничаешь. Все клоуна из себя изображаешь. Ваншлаг захотел, да? Как же тебе не стыдно. Хоть бы мать свою пожалела. Ты посмотри, мать у тебя какая. Красивая. Добрая, чуткая, заботится о тебе. А ты не слушаешь, мать твою. Скажи мне, что с тобой делать? Как на духу, Семен Петрович. По-мужски скажу вам. Скажи. Вот был бы у меня отец, вот как вы. Вот достал бы ремень, выпаривал бы у меня, как сидорову козу. И башкой еще натоптал, чтобы я был послушным, нормальным парнем. Ну вы мне никто. Маша Сергеевна, Сеня Петрович, Колечка, сыночек. Как же это? Мы же с твоей мамой давно решили пожениться. Да все не знали, как тебе об этом сказать. А тут ты сам. Ты так счастливый, Коленька, так счастливый. Так вы что, как бы... Девнушка, девнушка. Раз в квадрат твою гипотенузу. И сейчас, Николай, я, как твой новый отец... Ну, ты еще рано об этом говорил. Готов заняться твоим воспитанием. Мама, что ты там про ремень говорил? Все, сказал красиво. Я ничего не говорил про ремень вообще. Как это ничего не говорил? А по поводу выпороть? Сенечка, Петрович, может, водички? Лучше конечку. Сенечка. Не переживай, Машенька. Маман, повлияй. Аккуратно, но сильно. Семен Петрович. А ну-ка иди сюда. Папа, это не наш метод. Это не наш метод. Прекрати. А ну-ка иди сюда, мерзавец. Спаси нас тебя. А ну, я тебя сейчас. Попни нас тебя. Ты нас. Попни нас. Дорогие мои, вот такое новенькое трио. По-моему, замечательное. Спасибо. Рецепты, гороскопы. Это что такое у нас тут? О! Так. Значит, чтобы поднять интим на небывалый уровень, нужно играть с мужем в ролевые игры. Так. Для начала, встретьте его с работы, приняв соблазнительную позу. Ага. Ага. Так. Хоть раз в жизни почувствуйте себя дикой кошкой. Ага. Ага. Значит, так. Значит, а куда же мне? А-а-а. А-а-а. Так. Как же мне? Вот это. А-а-а. Господи. Да как же ж они? А-а-а. 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 Ой. А-а-а. 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 Да я, знаешь, гимнастикой, йогой занималась. Я взволнула. Ой. Ой. Ничего не думай. Мне уже нормально. Мне уже хорошо. Слава Богу, напугала. Давай, зарплату ты принес. А? Сегодня труба привезли. Разгружали с Артемом. Они же не поролоновые, чугольные. Он назвал все один колбаси. Это неинтересно абсолютно. Я тебя спросила про зарплату. Хочу жрать. Зарплату давай, я уже тару приготовила. Что-нибудь, может, пирожки или что-нибудь такое? Говорю, зарплату давай. Ты что, не слышишь меня? Давай зарплату. Давай что-нибудь подумаем. Приготовим, может, пирожочки там или еще сосисочку. Потому что трубу разгружали, трубу не так легко. Устаешь сильно, хочешь зажрать. Я бы сейчас пирожочек лупанул бы запросто. Или, может, съездочку, что-нибудь там. Вот каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. Где заначка? Заначку давай. Я говорю, съел бы что-нибудь. Заначку давай. Съел бы что-нибудь. Давай заначку, быстро. Все, не зли меня. Слушай, я тут случайно. Я вот журнальчик нашла. Ты представляешь, тут такое написано. Ой, я тебе сюрприз приготовила. Это я жрать не буду. Я тебе не про это. Не про жрать. Это меню. Это не надо жрать, понимаешь? Это надо читать. Смотри, что здесь написано. Смотри. Значит так. Чтобы поднять интим на небывалый уровень, нужно с мужем играть в ролевые игры. Ты понял? Ты понял, что надо делать? Надо в игры ролевые играть. Понимаешь? Я работаю на трех работах. Я прихожу уставший. У меня две роли только. Жрать и спать. Все. Так, все. Будем просыпаться. Надо что-то менять в нашей жизни. Ты знаешь, там интересные, там интересные. Вот это мне очень понравилось. Давай попробуем. Ну давай попробуем. Значит, вот это вот. Серый волк и красная шапочка. Только красная шапочка я. А с какого перепугу это ты красная шапочка? А у него пирожки. Давай что-нибудь скажем. Значит так. Забудь про пирожки. Потому что это моя руль. Понимаешь? Красная шапочка. А ты, 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 ты волк. Понимаешь? Ты весь волк. Волк такой. Розатый, сильный такой. Волчара. Я такой. Жалочка. Я такая. Я иду такая. А тут ты. А я говорю. Ой, волк. 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 Чего? Волк. Какие у тебя большие... Уши. Думай. Долги. Господи. Да при чем здесь долги? Мы с тобой играем в ролевые игры. Давай новые игры. Вратитесь. Повар и едок. Мне надо пожрать. Что-то пирожочек или что-нибудь. Забудь. Забудь я пожрать. Ты же умеешь сделать. Слушай. Вот хорошая игра. Она наверняка тебе понравится. Это 100% гарантия. Так вот там написано. Это значит на производственную тему. Это тебе близко. Это значит шеф и секретарша. Кого я должен играть? Ну кто, кто рулит? Кто главный? Кто такой мощный? Кто сильный? Ну кто? Ты? Не в семье. В игре. Понимаешь? Ты шеф. Ты шеф. Я секретарша. Я такая вся себя такая... Мне 20 лет. Я иду такая... Тебе? Я такая блондинка. Да. Такая дур-дурый такая. Вот. У меня такие глаза. А я прихожу к тебе в кабинет и говорю. Ой, шеф. Так. И такая иду. У меня длинные ноги. Я такая села рядом с тобой. И говорю, шеф. Вызывали? Нет. Вызывали. Скажи, вызывали. Шеф. Вызывали. Ну, вызывал. Бизну говори. Вызывал. Господи, Боже мой. Ну, скажи что-нибудь после этого. Спроси меня о чем-нибудь. Ты сказала, чтобы я сказал вызывали. Я сказала, вызывал. Что дальше? Ну, спроси что-нибудь такое. Пожрать есть что-нибудь? Господи, Боже мой. Ну, а что спросить? Ну, что ты только об этом думаешь. Спроси что-нибудь таким голосом сексуальным, понимаешь? Низким спроси. Люся, где твой квартальный отчет? Спроси. Что тут? Спроси, говорю. Люся, где квартальный отчет? Говори. Люся, где квартальный отчет? Не мябли. Нормально говори. Люся, где квартальный отчет? Я говорю, голосом сексуальным, низким. Ну, давай. Последняя попытка. Люся, где твой квартальный отчет? Дело пошло, да, да, да. Теперь еще спроси, Люся, где твоя круглая печать? Спроси, ну. Люся, где круглая печать? Еще что-нибудь, давай, 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 спрашивай. Где пирожки? О, поди. Так, давай другую игру. Настройся. Пожрем для начала, потом играть. Забудь об этом. Если ты сейчас не сыграешь со мной в эту игру, ты больше никогда не будешь врать, понял? Настройся. Игра простая. Мы попутчики в купе. Мы едем далеко. В Хабаровск. У меня нижняя полка. У тебя нижняя полка у нас СВ. Ты и я. Больше никого нет. Никого в поезде вообще. По пути кормить будут? Вот, господи, боже мой. Будут кормить, но не сейчас, пока мы едем. Никого нет. Мы с тобой одни. Жарко. Я все сняла с себя. Остальные где? Да отстали они от поезда. Зачем они тебе нужны? Я с тобой рядом. Ничего на мне нет. Ну, включайся. Остановка будет? Едем. Остановка будет? Остановка будет. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Мы едем. Чу-чух-чу-чух. Чу-чух-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу. Чудак, господи боже мой, что такое? Голодный обморок, что такое? Все, остановка. Тогда и на перрон. Зачем? Там пирожки. Господи боже мой, зачем тебе эти пирожки? Я тебе сто раз говорю, посмотри на меня. Ничего нет, никого нет. Мы с тобой вдвоем. На мне ничего вообще. Я сижу, тебя намекиваю. Я понял. Только я за безопасность секса. Аллилуйя! А у попутчицы все с собой. Да? Да. Попутчица Достает сумочку Открывает ее И достает оттуда Что? Пирожки. Да чтоб ты провалился с этими пирожками Иди на кухне стоять Нажрись уже Господи боже мой Господи боже мой Я поем, я приду тебе Я только что пирожки Сем, два или три пирожка Сем, потом приду Да чтоб тебе пусто было Сейчас я вернусь Я вернусь Я вернусь Блин Аплодисменты Я постараюсь запомнить Если честно, мы раньше назывались Чебуречный номер семь Просто хозяин решил немножечко Украсить вывеску Знаете, я восемь лет Не был в ресторане Да, восемь лет Не ел нормальной еды Я надеюсь вам Я по почте Ну так сложилось Так бывает Есть меню у вас Давайте посмотрим Естественно Естественно У нас все по высшему разряду Welcome Пожалуйста Спасибо Здесь есть где разгуляться Сволочи Чтоб вы сдохли Старею Эти книга жалоб Извините Прям буквально перед вами Ай-яй-яй Это меню Excuse me Как говорят у нас Чебуречный номер В ресторане Так А может Вы знаете Может я сначала Оглашу вам весь список Чтобы вы не напрягались Прошу, давайте У нас сегодня есть Азиатский буябус Хамон Америка Пурэдэвэлот Эфрикосе из фазана Яйца как от шампиньонов Фритюль Фуа-гра Круазе Бризаля Эскергон Салат латук Шариками Солбэ Велюта Раков Отборный осьминог С цедрой Юзу И батарго Карпачок Вы не поняли Мне просто пожрать надо Все Просто пожрать Я вам хочу предложить Фирменное блюдо Нашего ресторана Ну-ка Макароны по флотски Там по флотски Может быть дойдем Посмотрим меню Так Морковь протертая тряпкой Знаете Слегка горчит Салат витаминный Витамин С 5 таблеток Кундивит 3 таблетки Рыбий жир Это все у вас на столе уже Ага Хорошо Лосины в масле Вы знаете Масло есть Лосины кончились Это есть все сами Так Посмотрим Что у нас на первое Вот я вижу первое блюдо Щи зеленые Это со щавелем Да? Ряска Возьмите лучше борщ Не прогадайте А вот есть борщ 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 менделеевский Это как это? Очень полезный борщ Там практически вся таблица Менделеева Там серум Магний Кальций Калий Стронций Берилий Болоний Радий Это не надо Ну как хотите Мое дело предложите Уха говяжья Из баранины Долго готовить Отвар Картофельный Темный Нефильтрованный 18 литров порция Вы знаете Стоит дорого Но не осилить Я думаю Не осилить Суп гороховый Ночной салют Этого полно в ассортименте Так, ну это не надо Давайте перейдем сразу ко вторым блюдам Или блюдам Рыльца в собственном пушку Вот эти рыльца вчерашние Поджарка отварная У нас в меню вообще никогда этого не было Повар поставил так для красоты Мы ничего не сжарим Почки отбивные по-милицейски Будут сразу после футбольного матча Свининофрю с картофелем фри Старый завод Вы знаете, я наверное вас удивлю Я бы вам рекомендовал взять Макароны по-флотски Я где-то уже это слышал Так, что у вас из горячего? Чай Это попозже Естественно А это что за блюдо? Слезы Киркорова Болгарский перец с луком Понятно А почему вот салат из редьки у вас называется Максим? Горький, но очень хорошо идет с макаронами по-флотски Что вы пристали с макаронами по-флотски? Я уже слышал этого Суши есть у вас? Естественно Естественно Лучшее суши в городе Палочки есть? Естественно У нас недавно была санэпидемстанция У нас столько палочек Шутка, шутка, шутка Шучу, шучу Так, свинина под соусом Как правильно читается? Соус хреновый или хреновый? Тут я не что-то... Вообще-то правильно читается хреновый Но он у нас... А вы знаете Возьмите-ка лучшие макароны по-флотски И не ошибетесь Сколько можно про макароны толдычить мне тут уже? Я есть хочу просто мясо Дайте, если есть мясо Любое мясо Баранина, например Там, я не знаю Баран Есть у вас баран? Смотрите, не хотел говорить Как говорят в нашем ресторане Баран Он сидит в кабинете директора Мне не интересно Это ваше дело Так, что тут дальше? Японец в собственном соке Это что за бред такой? Шутка бармена Уже уволен Я надеюсь Уже уволен Хамбала на собственном Баку На том Баку лежала отлежина Может, все-таки Макароны по-флотски и не мучатся? Задолбали макаронами по-флотски Сколько можно в этом том же уже? Выпить есть у вас что-нибудь? Естественно Так говорите, что есть Значит Коктейль «Кровавый мерин» Сок маргариновый Прекрасно Сок с березовой мякотью Фирменный есть напиток? Естественно Обычно в ресторанах есть фирменный напиток Название Вы охренели, что ли? Это мне такое? Нет, нет названия такое Почему это? Почему такое название? Бокал стоит 12 тысяч рублей Что, охренели, что ли? Вот видите, вы уже запомнили Давайте водки тогда Вы знаете, водка закончилась Но зато у нас никогда не заканчиваются макароны по-флотски Давай, каши макароны Уговорили Что тут у нас попить? Напиток сметанный Морс чесночный Компот из сухожилий Десерт Гоголь-моголь Тургенев-мургенев Желе Тварь я дрожащая Мороженое Хрен-брюле С пылу-жару Повар очень старался Пожалуйста, приятного аппетита Кушайте, остынет Вы говорили, макароны по-флотски А где видно, что они по-флотски? Я ждал этого вопроса Макароны по-флотски Кушайте А ты знаешь, почему я не ел 8 лет нормальной пищи? Почему? Я сидел в тюрьме Да ладно Да И спроси меня, за что? За что? За убийство официанта У меня же во втором зале люди ждут Там все остывает Ой-ой-ой Я сидел в тюрьме Я сидел в тюрьме Васильевич Вот знаешь Ты мне сегодня устроил праздник Вот угостил, так угостил Понимаешь? Я до этого, честно, тебе скажу Знаешь, сколько я не пил? Если я тебе назову цифру, тебе будет страшно Не пугай Полтора дня Ты только вообще бухать бросишь Типун тебе на язык Васильевич А вот я хотел тебя спросить Вот ребята не зря хвалят пирог твоей тёще А вот секрет этого напитка Это секрет? Секрет Для всех Для всех без исключения Не я Она туда карбит заправляет Да Не перебивай И скипидар Потом грибы мелко шинкует Мелко ножиком шинкует грибы И впервак А потом в подпол на три дня Супер пола получается Так получается Твоя тёща знает грибные места Что ты? Она за пять минут Корзину грибов набирает Пока я в машину заправляю Намканье Может и мне промкадиться? Конечно Поехали промкаться Жизнь В прошлом не призна А так Когда пирога умажешь Выходные сразу становятся ярче и больше Как это больше? Я не знаю Но иногда в течение недели По три субботы подряд колбасим Васильевич А вот у меня к тебе будет Единственный Нескромный вопрос Давай Я у тебя в гостях уже Как говорится Далеко не первый раз А второй До сих пор не могу посчитать Сколько ж у тебя комнат? Три Где спальные туалеты? А мы сейчас где? Ну в комнате Приёмов Получается четыре Не получается Комната приёма Вот только после первака Появляется Так Давай Тогда По тридцать капель За первак Васильевич У меня к тебе будет Единственный Нескромный вопрос Можно я тебе сейчас Вот Возьму И протестирую Твой Акью Это не больно? Это приятно Я готов Васильевич Отчим давай Отвечай сразу в лёд Жена Орла Орлиха Прямо вас Эрман Смотрите на него Жена Дрозда Это посложнее Дроздиха Дроздиха Да ты знал Жена Грифа Стервятиха Грифина Стерва Ты всё Знай А ты знаешь Что жена Услана Услана Док Слониха Нет А кто? А у него нет Жены Слон холостой Какой слон? Который за телевизором стоит Васильевич У меня к тебе нескромный Единственный вопрос Как ты понял Что он холостой? Ты сам соображаешь Там женатый Что за телевизором стоять? Васильевич У меня к тебе Единственный Откровенный вопрос А вот ты Ты, Васильевич Мог бы полюбить бобра? За что? А любят Ни за что Тогда смог бы А ты романтик А ты смог Ты смог Поцеловать лося А ты знаешь Смог бы Но только в щёку Почему не в губы? Буду я незнакомого лося В губы Смог бы Смог бы Смог бы Смог бы Смог бы Смог бы У меня к тебе Единственный Прямой Откровенный вопрос Так А ты попкорн В нос Засовывал Смог бы Никогда в жизни Зря Жизнь-то Проходит Смог бы А глубоко Засовывал Чем глубже Тем интересней Смог бы А я мозг И поврежу Смотря как Ты в школе Учился На злойке Уже не повредишь Василич Некий Единственный Нескромный вопрос А ты пластилин С хлебом ел? Ты даёшь Кто же пластилин С хлебом ест? Хлеб же полнит Василич Что-то Смотри У нас Заканчивается Источник жизни Есть у тебя Да навалом Там Куча Два грузовика В подвале А как грузовики В подвал Могли заехать? У меня гаишник Знакомый Решил все вопросы А давай туда Ещё и слона Возьмём А всё-таки На троих Басик Кыш 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 Камон Камон Иди к папке У меня к тебе Будет единственный Откровенный Вопрос Почему ты Слонук И с кисой А чтобы за ним Бобры не увязались Какие бобры Сейчас квакнем Покажу Пошли покажу Добрый день Я по объявлению Присаживаться Написал Объявление Значит вы знакомы С нашими условиями Нет Объявления Не было информации Никакой Там просто написано Объявление Такое С орденом Знакомься А вы уверены Что вы по нашему Объявлению Ну конечно Улица Деникина Дом 15 Друг 8 Адрес Ваш Значит объявление Ваш Соответственно Ну логично Значит так Сейчас вы получите От меня Все необходимые Инструкции Единственное Условие Во время Нашего С вами Разговора Во время Нашего С вами Собеседования Не хрюкать Понятно? Как это Не хрюкать? Что я не так сказала? Нормальная просьба Во время Делового Разговора Не хрюкать Что я не так сказала? Да все вы взяли Все я вдруг пришел Нормальный человек Начинаю вдруг Хрюкать Нормальный пришел По объявлению Пришел Я понял Итак Наш холдинг Современной Компьютерной Техники Был основан В 1992 Году На базе Двух компьютеров Оснащенных Процессорами На 450% На 450% Компьютерного программирования Одна из самых ответственных Это можно сказать Основа основ Не спешите Основа основ Основ Через О Основ Работать будете Три раза в неделю Три Три раза Три раза График удобный Гибкий Можно выбирать Есть два варианта Очень хорошо Первый вариант Первый вариант Понедельник Среда Пятница Второй вариант Пятница Среда Понедельник Не торопитесь Подумайте От этого Многое зависит Не спешите Я думаю Первый вариант Несу Прекрасное решение Нестандартное Мне очень нравится Итак Ваш рабочий день Будет начинаться В 14 часов Дня, да? Дня Вы заранее Приезжайте в офис На троллейбусе 79 Скажите, пожалуйста А транспорт у вас За свой счет Это я так спросил Поднимаетесь На третий этаж Поднимаетесь Не пешком Поднимаетесь На лифте Что у тебя Лифт у вас Бесплатно Отлично Проходите По коридору В свой кабинет О, у меня будет В свой кабинет Конечно У нас солидная фирма У вас будет В свой кабинет 444 Скажите, пожалуйста Секретарша За свой счет Это я так спросил Проходите В свой кабинет Подходите К компьютеру Кстати Какое у вас Образование Вы знаете После окончания Восьмилетки Я поступил в ПТУ И после этого Когда уже На сестра Отлично Итак Вы подходите К компьютеру И включаете его Включаю Компьютер Я Да Вы Включаете Включаете Я так Я так узнала Там столько Пупочек Столько Там Пупочек Столько Пупочек Один Не забываю Ладно Хоть сто Ну Зачем тебе Третья стиральная машина Такие вопросы Я просто Интересно Ответь Хорошо Я тебе объясню Первая стиральная машина Она ненавидит меня Ну Просто Она не стирает Ты понимаешь Принципиально Я носок вчера стирал Нормально стирал Ты один стирал? Да А ты два постирай Да Надо просто Поехали Поехали Что со второй у нас? Ну Вторая Ну Понимаешь Ну Совсем Ну Отстойная Ну Ты же меня купил Что лет тому назад Четыре месяца Четыре месяца Четыре месяца Ну Функции Сколько А сколько там функций Там вообще Там ничего Там 140 функций Всему на Ну А в новой В новой Сравни В новой В новой В два раза больше Ну 145 Ладно Куплю Давай 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 Волнуешься? Волнуйся Итак Легким Слеженью руки Каким пальчиком работать? Так Я не знаю Каким пальчиком? Ой господи Вот и кнут Набираем код Набираем код Достаем Бабу Давай Макалай Давай Макалай Денежки Внимать Денежки Внимать Пять Хоть бы денежки Хотела Ну Давай Давай Миленький Ну Давай Осталось Всего Ничего Закрытие Благодарим Давай Давай Благодарим Пальчиком Давай Быстрей Быстрей Благодарим Слушай Я забыл Кот Ты Слушай Дошел Время Что День Я не знаю Я на самом деле Забыл Ты забыл Кот Я забыл Кот Наконец Дошло Я придумал Хитровую комбинацию Слетел С головы Ты что Серьезно Забыл Кот Я Забыл Кот Я Осталось Десять минут Ну Что 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 Делать Давай Так Все Так Собрались Вспоминай Что Это Было Что Это Было Это Объем Бедер Твоей Секретарь Это Я Заполнил Кот Вспоминай Я Умоляла Не для Себя Просила Для Своей Мамы Для Святой Женщины Пошли Нормального Зятя С Хорошей Памятью Пошли Зятя А что Ты Наезжаешь Нормальный Мужик Это Низмедяне Пью Некурю Совсем Обленился Сволочь Господи Боже Кот Вспоминай Господи Я стараюсь Как Я Как Я Вообще Скучаю По тем Временам Когда Любую Проблему Можно Было Решить Обыкновенным Жертвоприношением Прям Взять Топор Рубануть Знаешь Я так Уверовал Что Я не Забуду Кот Я съел Бумаж С Цифрами Что Ты Сделал Съел Как Разведчик Они Едят И я Наспарился Ты Понимаешь Что Ты Натворил Ты Сожрал Нашу Последнюю Надежду Зачем Ты Это Сделал Я Бумаж Съел Ну Ты Понимаешь Что Ты Пупсик У тебя Из этой Ситуации Есть Теперь Только Один Выход Что С ума Сошла Вообще Что Ты Плетешь Да я не про это Кот Вспоминай Через 30 лет Будет такая же акция Купим новую машинку Мама твоя не увидит Но мы купим Нормальную машину Тифун тебе на язык 30 лет Господи Боже Вспоминай Кот Зайка Я стараюсь Так я тебе Зайка Зайка Ну на уши Глянь свои На уши Посмотри Да пошути Ладно Между прочим Прежде чем Женщину Называть Зайкой Надо Прикинуть Хватит ли У тебя На нее Капусты И не подведет Ли морковка В самый неподходящий момент Вот тебе скажи честно Вот ты помнишь Вот этот фильм Основной из цифр Ну да Вот Вот ты помнишь Эту сцену Где Шарон Стоун Перекладывает ногу Вот это вот Ага Я вижу Я сейчас твоему лицу вижу Что ты эту сцену На всю жизнь запомнил А вот карты забыл Так можно Зачем меня не любишь Кто Да я тебя обожаю Я за тебя могу умереть На самом деле Шиш тебе Сначала код карты вспомни Вспоминай Вспоминай Хотя Хотя что ты можешь вспомнить Ну что ты можешь вспомнить Ты посмотри на себя На кого ты стал похож Посмотри на себя У тебя же мозги заплыли жиром Я тебе сто раз говорила Занимайся физкультурой Занимайся физкультурой Физкультурой Не надо сейчас Поздно Сейчас код вспоминай Жрет Просто сутками жрет А с холодильника не отходит Только дверь Хлоп-хлоп 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 Когда Когда Всегда Вчера например на ночь Ну Я не жрал Я отбивался От кого Я хотел ночью холодильник помыть Очень хотел Они на меня напали Кто Да много их было Колбаса Сосейский винегрет Коньяк особенно Свирепствовал Хватит мне лапшу на уши ехать Минута осталась до закрытия магазина Вспоминай код Придурок Я вспомнил Ну и что? Магазин уже закрылся Вспомню Ноль Ноль Не подсказывать Ноль Ноль Ед Это специально Я замысловатую комбинацию придумал Чтоб негодяй Чтоб банкоматные воры Не украли наши денежки Наши кровные денежки Которые мы хотели бы Поторить на твою машинку Хорошим нашей денежку Чтобы не украли деньги Правда Я хотел как лучше, я придумал посложнее, чтобы запутать негодяев. Криктура, ты идиот, да чтоб ты сдох, царапка такая. Я тут расстроилась сразу, не надо. Зачем мне это надо, зачем мне это надо? Хочешь, пожалуйста, не надо. Алло, здравствуйте, Колизей Петрович вызывали? Присаживайтесь. Что-то случилось, нет? Да нет, чай, кофе. Водички холодненько, если можно. Закончилось. Я пригласил вас по серьезному делу. Вот вчера, 1 января, у нас в театре было большое представление для детей. Присутствовало много детей с родителями. Я лично сидел в директорской ложе. И в связи с этим действием у меня как режиссеру скопилось к вам немало вопросов. Я сразу скажу, согласен, в пьесе были кое-какие недоработки. Ну, значит, что значит, какие-то. Было много недоработок. Вот начнем с самого начала. Вот Дед Мороз, он должен выйти на сцену, правильно? Он должен выйти. Почему он выполз? Это что, новое прочтение у нас? Прочтение, так сказать, старое, но четыре точки опоры всегда надежнее, чем две. Мало того, что у него шуба была заправлена в треники, у него борода была прилеплена к колбовой. Слышали, что он пел? Вместо песни, расскажи, Снегурочка, где была, он пел «Рюмка водки на столе». Это не детская песня никак, на мой взгляд. Правильно, зато ему подпевал весь зал. Вы же сказали, пьеса должна иметь какой-то отклик. Не откликнулся, только лежачий. Ну, а Золушку, что вы можете сказать? Она вышла на сцену на Оши, порала «Поднимите мне веки». Это почему? А Золушку, я так сказать, я ей сразу, я ее предупреждал, я ей так и сказал. «Галя, не надо смешивать». Она должна была ставить туфельку и убежать, правильно? Правильно. Она ходила по сцене, орала «Матерные частушки». Что, мама родила между нами, говорит? Ну, это вы зря так сказали. Так сказать, туфельки на ней были, клипсы на ней были и были на ней часы. Женщины, понимаете, импровизировали. У нас же есть оркестровая яма. Она упала на барабанщика Валеру. Откуда барабанщик? У нас не предусмотрен оркестр? Это оркестр был с предыдущего спектакля, с 31 декабря. Еще задержались несколько музыкантов. Она упала на Валеру и переломала ему... Барабанную установку. Нет, все руки и ноги. Да ладно. И зубы. Все? Все пятеро. А как вы хотели? 187 килограмм? Это у вас золушка 187 килограмм. Прилично. Хорошо получалось. Танечка же в декрете, уж вам-то не знать. Ладно, все. Вы-то уже... Танечка как-то... Все, об этом хватит и скажем. По поводу мертвой царевны хотел сказать. Королевич Елисей должен был разбудить ее поцелуев. Правильно. Вот так все. Он поцеловал ее примерно раз в 200. Он давал ее на шатырь нюхать. Бил по лицу. Орал на ухо непонятно. Это кто виноват? Между нами, так сказать, не буду скрывать коньяк. Да. И только. И только, и Колька, и Сергей Петрович Безмеловлазов, и Валера. Вместе все встречали, отмечали. Иванушку кто играл? Иванушку играл Арнольд Петрович Шуйской. Его 17 раз подавали на заслуженного. Знаете, по сценарию он должен был удариться озим три раза и превратиться в сокола. Он ударился один раз и пролежал до конца спектакля. Много наших, конечно, вчера полегло. Я могу сказать, есть какие-то положительные нюансы? Борис Никифорович, допустим, довольно органично сыграл Поросенка. Мне понравилось. Он вжился в роль. Да, я не ожидал. Он как-то отнесся по-другому. Вот никак не было. Так, извините, Кольцей... И здорово сыграл. Мне понравилось. Кольцей Петрович, а Поросенка-то в пьесе и не было. Не было Поросенка в пьесе. Кого же он играл тогда? Никого. Ну, ему просто было плохо. Хорошо, теперь Кот в сапогах. Это отдельный разговор. За... За этого... За этого артиста, за панибрата Валяхина я не несу ответственности. Потому что его ж вы знаете, он из самодеятельности, его ж нам прислали. Ему пошили прекрасный костюм, великолепные лапы, усы, уши, прекрасный роскошный хвост. Метровый. Ну, мне расскажите, почему он надел костюм задом наперёд? Самодеятельность костюм, великолепные лапы. Зато женщины были в восторге. Да, особенно... Особенно после того, как он стал вилять хвостом. Это прекрасно. Восемь женщин упало в обморок, вы чуть не сорвали спектакль. Так зато какой успех. Слезбор отжужит. Пожуживает на эту тему. Расскажите мне, почему доктор Иболит вынес ящик пива, начал угощать артистов? Это что такое? Это бардак во время спектакля. Лечил. Его задача лечить. Зрителям зачем давал? Зрители тоже просили лекарства. Все в равных условиях. Я понимаю, что у нас Новый год, но зачем от Элла стал душить колобка? К чему это? Что такое? Ну, во-первых, рядом никого поблизости вообще не было. А душить кого-то было надо. А колобка души не души, шеи нет. Там, понимаешь, что не делай, по-любому массаж лица получается. Ну, и в-третьих, артисты не поделили царевну Несмеяну. Кстати, по поводу Несмеяна. Она же Несмеяна. Чего она ржала, как сумасшедшая, век спектакля? Ну, ее мальчик с пальчик щекотал. Так сказать. Теперь самый важный вопрос по поводу лошади Ильи Муромца. Кто играл переднюю и заднюю часть лошади? Переднюю часть играл Забульбахин-Мылов. Игорь Сергеевич. А вторую Валера Стажер. Хорошо. Вот по поводу передней и задней части лошади. Почему они вышли из разных кулис? Вы это тоже заметили. Представьте себе. Ну, дело в том, что это моя режиссерская трактовка классической ситуации. Две половинки не могут в жизни найти друг друга. Они так и не нашли между вашим друг другом. Из задней части лошади развивался разговор по мобильному телефону. Передняя часть шаталась по сцене, орала что-то, пыталась пить на брудершрафт с людьми. Из задней части лошади крикит. Говорите лучше, здесь плохо ловить. Это что за бардак такой? Просто такая порода лошади. Лошарик-трансформер. Веселая сказочка у вас получается, Карп Харпович. Колизей Петрович, ну, я-то что? Я за эти вакханалии ответственности не несу. Хотя и сам лично в них участвую. Ладно. Есть и положительные моменты. Должен он сообщить после вчерашнего спектакля. Билеты на все последующие утренники нашей сказки распроданы на год вперед. А я говорил, что мои пьесы имеют успех, понимаете? Поэтому мобилизуйте артистов, соберитесь. Сегодняшний спектакль заграть в точности, в точности, как вчера. Пожалуйста, я лично прошу. Соберите артистов, поговорите с ними и сделайте, как это, один в один, как вчера. Да легко, артисты с утра готовы. Все готовы. Кстати, скажите Айболиту, когда вынесет пиво, пусть бутылочку мне принесет. А лучше две. А лучше четыре, я буду с вами. Отлично, наговорим. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»